В редакцию «Русской весны» прислали красивый клип в поддержку наших бойцов. Сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сняли видеоролик в поддержку армии России. Вся страна включается в поддержку наших бойцов, участвующих в освобождении Донбасса и спецоперации на Украине. Один чудак с лицом фальшиво-грустным, вютясь в салоне в своем порошке, сказал, не стыдно называться русским, минация бездарных лукашей. Солидный вид, манера поведения, все дьяволом продумано хитро, но беспощадный вирус врождения стачил бесславно все его нутро. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист с обломанных ветвей, а вот потомок эфиопов Пушкин не тяготился русскостью своей. Себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен творцы российской мореходной славы и Беллинсгаузен и Крузенштерн. И не меряясь мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы Грейс, Де Толли и Лермон. Любой из них достоин восхищения, ведь родину воспет для них закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. «Язык наш многогранный, точный, верный. То душу лечит, то разит, как сталь. Способны мы ценить его безмерно и знать его, как знал датчанин Даль. Да что там Даль, а в наше время много ли владеющих великим языком? Не хуже, чем хохол Микола Гоголь, что был когда-то с Пушкиным знаком. Не стоит головой стучать о стенку и в бешенстве слюною брызгать зря. Мы русские, так говорил Шевченко, внимательней читайте Кобзаря. В душе любовь сыновнюю Лилея всю жизнь трудились до семи потов. Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, как подлинной истории Азы. Среди них, как столб старик Державин, чьих жила кровь татарского Мурзы. Они идут, то слуги, то мессия, неся свой крест сагбенно на плечах, как нес его во имя всей России, потомок турок, адмирал Колчак. Они любовь привили и взрастили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы, а матушки, они, патриотизм не продают в нагрузку, к беретам, сапогам или пальто. И коль вам стыдно называться русским... Вы, батенька, не русский, вы никто.